Спасибо, что вы приехали, во-первых, потому что мы сегодня принимаем до партии важные решения. Хочу сказать, что, наверное, самое главное, что мы тут выступаем, и мы сейчас уже не новое. Партия 4 года существует, чуть больше. Добавьте коронавирус к четырем этим годам, потому что мы не могли провести съезд сразу из-за коронавируса. Вот сегодня, при первой возможности, его провели. Это был такой подготовительный период. Мы вошли уже в пять законодательных собраний. У нас есть вся фракция в законодательном собрании Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова. У нас есть депутаты в Туле, в Татарстане. Но это был подготовительный период. Сейчас партия входит в новый период, и мы считаем, что это связано с тем, что, конечно, в стране много чего меняется. Мы видим, что для бизнеса и для людей, активных, желающих что-то делать в стране, это, возможно, резко сокращается. И поэтому голос должен быть и политический тоже. Мы должны его поднять до максимального уровня, потому что без политики нужно забоить на меня. Поэтому мы сегодня идем в ЗАГС собрание в регионах, но уже сегодня, намечая нашу программу, вот эту Государственную Думу, если в Государственной Думе будет наша фракция, будет совершенно другая Государственная Дума. Даже при том, что у нас не будет большинства, каждое голосование будет другим, потому что наши интересы будут учительные. Наши интересы для людей, активных, которые желают, чтобы страна развивалась, а не стагнировала, и чтобы мы вышли из этого застоя, который сегодня имеем, с тем, чтобы у нас страна была открытой в мир, а не закрытой, как сегодня. И вообще мы решали самые серьезные задачи развития, которые только могут себе, в общем, современные страны решать. Поэтому страна должна быть впереди, а не в барьер-гарте, постоянно думая о том, что еще можно запретить, а не то, что нужно сделать. Итак, для начала. И, конечно, мы меняем состав. Ксения с нами, Илья, Елена. Новый состав ППС. Это новый состав ППС, но еще и мы, конечно, сделали такой, может быть, не заберет стандартный для партии США. Мы избрали совпредседателя партии. Я пока возглавляю партию, хотя пока на 4 года, наверное, так оно и останется, потому что можно кого-то вести вперед. Но наша партия не лидерская партия мира. Наша партия – это партия команды, это партия тех людей, которые сделали уже в своей жизни многое, завоевали авторитет и в своих коллективах, и в целом стране. И они сегодня, все совпредседатели, будут лицом нашей партии, будут двигать нашу партию вперед. Мы – партия команды, мы – партия коллективная, мы – партия единомышленная, которая имеет одинаковые взгляды на то, как должна развиваться страна, и должны добиваться этого политического процесса. Мы уже избрали 10 сопредседаний только что, но, коллеги, минуточку внимания, формально мы еще пока не можем зарегистрировать этот институт, потому что мы сегодня только приняли решение о том, чтобы этот институт ввести в Устав. Пока устав не будет зарегистрирован в Минлюсте, мы формально избрать этих сопредседаний не можем. Но мы ждать не собираемся, мы уже сегодня, хотя и неформально, но партия поддержала 10 человек. Великолепную десятку, вот, всех здесь мы... Все ходили в городе. Коллеги, еще вопрос. Есть финал о том, что какие регионы будут сделаться в Лорус? И вообще, какие расчеты будут на различные отношения в этих городах? Мы вообще-то везде работаем, да, но, знаете, сейчас из тех регионов, где будут выборы, на эти собрания, мы, конечно, очень серьезно ставим на Новосибирск. Потому что в Новосибирске у нас ведет такая очень интересная команда из трех женщин. Наш Новосибирский матриархат мы хотим в городе восстановить. Потому что эти женщины, они доказали, что они очень много умеют и вполне могут сделать совершенно другую, думать, обоснуть. Тем более, что это очень умный город. Город очень предпринимательский. Поэтому в главе идет Кошлева, который является лидером малого бизнеса Новосибирской ассоциации неостационарных торговых объектов, МТО, в городе. И они уже много что сделали. И вот сейчас идет такая серьезная борьба с руководством города, коммунистическим руководством города, который, в общем, практически выживает малый бизнес в городе. И мы вот сейчас стали на серьезную важную борьбу. Идет у нас и представитель ресторанного бизнеса, и еще Ксомкова Татьяна, которая является молодой, но очень уже добившись больших результатов спорта. Она сегодня поздравляет, когда разъединяет очень многих молодых людей Новосибирска, потому что именно зон в зоне в спорте является таким образом. Когда, кстати, воскликнулся с детского дома, который, ну, добилась сама этого, и сегодня очень много делает для того, чтобы развивать движение в городе. Ну, в общем, Новосибирск очень важный город. Для нас будет женское управление в городе. Мы надеемся на большинство, потому что мы считаем, что в городе мы вполне можем добиться. Кроме этого, Челябин, привет. Я сам, мы будем в большом перегреве. Считаю, что для меня это важно, потому что я сам должен фрагировать на себе выборные технологии, но я уже участвовал в выборах, почти победил президентских выборах, вы знаете. Но сегодня мы укрепляемся, мы усиливаемся. И от президентских идем вверх, потому что они в Челябинских выборах. Поэтому мы, я сам возглавляю список, и там очень сильная команда предпринимателей, причем могу честно сказать, очень сильная и опытная команда предпринимателей, потому что два у меня, как бы, две группы меня поддерживают, и на руководителя обоих этих групп предъявил заломлитого. Очень важная и хорошая группа. Пожалуйста, теперь она. Нет, наоборот, считаем, что это будет очень правильное решение, которое все-таки состоялось, потому что, конечно, ему пришлось пережить неприятные моменты. Мы все-таки дорожку ему продвигали без всяких таких сложностей, не должно было бы их быть. Но мы договаривались с властью, и суд принял решение о том, что даже в его отсутствии, что не должно быть веропрещение, чтобы связано без ареста, только, значит, обязательство о яхте. Но и следственные органы предпределил, что он едет, для какого времени он едет, и там все должно было быть, как бы, в соответствии с теми договоренностями, которые у нас есть в принципе, с властью о лондонском списке. Но этого не случилось. Друзья произошел прямо арест в аэропорту, и мы, конечно, были несколько ошарашили, я думаю, что и мы тоже, в первую очередь, да? Но мы в результате поняли, в чем дело, договаривались не с властью, а вмешалось дело просто, ну, жулики, разводчики, которые пытались за деньги вот так вот наехать, да, и угроз, не только угроз, но и реальных действий, ареста человека, стали издать, получиться за это деньги, как бы, чистых, хороших участников бывших, я так предполагаю, сегодняшних чиновников это произошло. Я думаю, что еще многие дома полетят, но очень быстро. Я благодарен и президент, который сразу, значит, отреагировал на мое письмо, и федеральный прокурор, который вмешался, краснул, и в результате происшествия состоялось, при этом, вы же понимаете, что мы не... Следствие продолжается, то есть это только мера пресчения. Но мы считаем, что вот это неименовато в целом, поэтому вопрос, и вы наставите, вы не дополняете. А вот жулики, вы сказали, со стороны чиновников, и на северности? Нет, ну, там смесь такая. Силовые структуры, бывшие, и вот это мы не живем, что поведение. Ну, вы знаете, они сидят, они уже сидят. Спасибо. Спасибо. Ваша программа будет не дополняться таким важным аспектом, как вопросы безопасности. Вопросы безопасности и бизнеса, и заканчивая работе в спецслужбе, силовых... Безопасность и бизнеса у нас и не отвечают, да? Это самая эффективная безопасность, это цепровая безопасность, и гибербезопасность. Он в своем бизнесе достиг очень высоких результатов, в этом направлении, является одной из самых рядовых компаний, которая предлагает свой продукт в этой области из всех стран, вокруг всех компаний в мире. Поэтому вот в этой части бизнеса счет. А что касается силовых? А вот этого, знаете, без нас, правда, силовых структур у нас больше, чем достаточно. Нам бы что-нибудь сделать руками, да? Что-нибудь творить, чтобы экономика вланула. Вот мы бы этому специалисту. Вообще не за то, как даже делить. У нас делить, знаете, умеют все коммунисты, и справедливые россы, и все. Партии только о том, как делить. А мы хотим, чтобы пирог только вырос. Мы хотим, чтобы за счет этого всем досталось по-хорошему куску. Вот это главная задача. Мы смотрим вперед, как развивать страну. А вот эти вот силовые вещи, которые выросли. Тот другой, много народу, который хочет этим заниматься. Виталий Ханин, Радыбе. Насколько я понимаю, Ваша партия старается избежать с ней олицентрализации внутри своей структуры, но мы, наверное, взрослого в этих партиях, которые не выживали в том числе, в том числе, в них противоречия. Вот эта децентрализация, она не предыдует в том числе, а конфликтную противоречию. Вы знаете, мы уже существуем в том составе, который есть, уже 4-5,5 года. За это время могло произойти много разных событий, конфликтов и разногласий. Кстати, которые у нас есть. Разногласия, конфликты у нас в партии. И особенно бизнес всегда не един. У каждого своего взгляда. Но тем не менее, у нас есть общее, что нас все обменяет. И каждый берет для себя часть этой ответственности и работает с каждым двигателем. Мы команда, не только потому, что мы коллективное лицо партии, это тоже очень важно, но и команда, потому что мы разделили ответственности, мы разделили работу, каждый будет двигаться в свою основу. В общем, еще раз, мы не боимся демократии. Демократия, это, как говорил Черчилль, конечно, у нее есть много проблем, но пока еще никто ничего нахридумом думает. Поэтому мы хотим демократии для страны, а прежде всего, у нас будет демократия партии. У нас уже все вопросы, которые сегодня проголосовали почти единогласно здесь, в том числе, в зале, были проголосованы на получение голосования партии еще до этого. Потому что здесь это формальная часть, потому что мы должны показать власти, зарегистрировать миную сеть наши решения. Вот это у нас не просто мы, моя официальная партия. Но все эти решения обнуждали, дискутировались, а потом голосовали. У нас есть в общей голосовании и мы это голосовали. Все, последний вопрос, Политя. Давай, Политя. Данный вопрос, сегодня не хватит. Что не такому? Я уже говорил, что у нас какой-то новый этап, мы чувствуем эту энергетику сегодня, приходом новых людей и те, кто старые, нас тоже чувствуют некое начало, новое начало, потому что мы выстраивали в нашем первые 4 года выстраивали партию. Мы должны это делать очень системно, очень постадейно, поступив, кирпичик к кирпичику, как говорится, и вот этот синий цвет, он только такой системный цвет, цвет работы. А сегодня нам нужно получать больше и зажигать костер, проявлять больше активности, энергетики, потому что время пришли к вам. Потому что надо сказать, что возможности снижаются, мы все-таки надеялись, что страна сойдет на полный пути, но сегодня мы видим, что все-таки движение идет в сторону дальнейшего распространения, дальнейшей декоризованной системы, и вот здесь там мы потребляем значительно больше энергии как партии, не просто как бизнес, как намоченным, как союзом предпринимателем, а именно политичным, большинством по отдельной земле как ваш к новому времени соответствует новый цвет. Коллеги, вы можете задать вопросы еще нашим новым членам, а Борис Юрьевич задет снижение ПОДПИСИЛЬ 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 Здравствуйте, ículа Вы, президенту «Народные инициативы» не могли получить ключевые пункты вашего программы, которые действительно поспособствовали роста предпринимательства в России. Какие ключевые задачи вы перед собой ставите в этом плане? Какие ключевые задачи? И какие пункты в программе вашей есть специализированные, которые обеспечат рост предпринимательства и бизнеса в России? Поскольку факты ростов. По программе. По программе вопрос. Я, конечно, Борис Юрьевич не отвечу, отвечу на себя. Я как молодой предприниматель, я начал бизнес в 17 лет в России. Вижу отсутствие качественного подхода к образованию в сфере предпринимательства в России фундаментально. Нас в школе не учат предпринимательства в университете, не учат предпринимательства в России, не учат профессиональной адаптации. Люди вырастают из школы, не понимая, куда они хотят пойти. И одна из ключевых задач в плане подготовки молодого поколения предпринимателя, это изменение системы образования в России. Это что касается того, чем я буду заниматься в будущем. Я хочу сказать, что сегодня проводит такое глобальное испытание России на человечность. И вот партия Роско уверенно пройдет это испытание. И Ксения, у меня, как раз будет продвигать тот глоб, который касается не только бизнеса, но и продвижения тех ценностей, которые мы разделяем, и Ксения, кто сегодня приходит. И я в партии буду отвечать, и отвечаю за сегодня, чтобы к нам присоединялись и те, кто сегодня, может быть, никогда не думал, не рассматривал себя, что он может войти частью этого сообщества. Потому что я сама достаточно зрелую должность пришла в Харькове. Но пришла осознанно, потому что сегодня, только объединившись, мы можем что-то решать. И сегодня пора менять лица, пора менять имена. Ну, а я своей задачей в партии вижу, безусловно, изменение нашей социальной политики, серьезное изменение в социальной политике в стране, потому что, безусловно, мы оцениваем уровень цивилизованности культуры государства, любого государства в мире по тому, пока относится к социально незащищенным слоям населения. И, понятное дело, что, почему не создает вопрос, почему я выбрала партию Ростова? Потому что с теми людьми, кто каждый раз достигает своей цели, снова и снова, в тех условиях, в которых мы здесь находимся, в предпринимательстве, с этими людьми мои цели становятся реальными. Я уже 12 лет меняю мир в цели людей с ограниченными возможностями здоровья и понимаю, что вот в этой среде, в такой бизнес-сообществе цели будут реально достижимы, гораздо более близкими. И, конечно же, хочется, чтобы та ежедневенческая позиция в нашей стране, с которой живут люди с ограниченными возможностями здоровья, изменилась на активную жизненную позицию. Позицию, когда действительно мы можем выстроить государство с точки зрения равенства, возможностей, где каждый человек с ограниченными возможностями здоровья, с другими какими-то особенностями развития, человек был бы в этом государстве равен, востребован, самодостаточен и истреблен так же, как и мы. Спасибо. Спасибо. Последний вопрос. Вы знаете, очень сложно сейчас сказать о проценте, но я уверена, все, кто разделяет со мной ценности, а у меня очень большое сообщество, потому что я являюсь еще и президентом фонда радостной возможности. Да, и в стране мы ищем и находим лучшие проекты, которые направлены на решение социальных задач в том числе. И, конечно, то сообщество, которое вокруг меня во всей, по всей стране, померьте, я по всей стране, это сообщество, которое сегодня к нам присоединяется. Не важно, становится ли он членом партии или просто расстреляет. Это же не... А проголосовать, мы уверены, что мы станем парламентской партией, дальше бы на здесь не было. Продолжение следует... Продолжение следует...